Вот уже 16 лет подряд утро Игоря Саенко начинается с инструктажа. Анапский аварийный спасательный отряд «Кубань-Спас» стал для него второй семьей. Внешний осмотр, проверка знаний и боевой готовности личного состава. Под его контролем даже эмоциональный настрой сотрудников. Ведь только слаженной командой, где все с одного взгляда понимают, что нужно делать, можно добиться быстрого результата. А оперативность в их деле главное качество, ведь зачастую на кону стоит самое дорогое – человеческая жизнь. Психологический портрет спасателя – это не просто портрет обычного человека. Человек должен быть спокоен, выдержан, профессионально грамотен, обучен, натренирован. Коллектив должен быть дружен, чтобы люди понимали друг друга и особенно доверяли друг другу, потому что без доверия работать спасателем невозможно. Проверка оборудования при пересменке – один из важных этапов. Запустить бензогенераторы, проверить гидравлику и альпснаряжение – этим всем Игорь Саенко занимается лично. Почти полторы тысячи аварийно-спасательных работ, более 700 спасенных людей и еще больше судеб. Зачастую работать приходится не в просто сложных условиях, а опасных для жизни. Спасатели со стажем вспоминают середину 2000-х годов, когда в Прикубанском прорвало дамбу. И чтобы избежать наводнения, они несколько дней в ледяной воде укрепляли ее. Пилили деревья для того, чтобы прошли камазы и засыпали дамбу, которую размыло речкой Кубанию. Работал наравне со всеми, как бы пилили вместе, подходил, брал инструмент в руки и также работал, как все спасатели. Сезон 2016 оказался непростым для всех служб города. Но даже несмотря на это, признает Игорь Викторович, работы стало меньше. Благодаря введению новых средств оповещения, количество происшествий сократилось. Достаточно на хорошем уровне работает система оповещения и предупреждения. Люди более осведомлены о том, что им можно делать, что нельзя, отдыхая. За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2013 году, губернатором Краснодарского края Игорю Саенко было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Кубани». А в минувшие выходные постановлением администрации Анапы фотография Игоря Викторовича украсила доску почета. Впрочем, для действующего спасателя это всего лишь официальная процедура. Работает он не ради наград и званий. Благородная профессия стала неотъемлемой частью его жизни. Он всегда на страже безопасности людей, но и самих анапчан призывает быть бдительными и осторожными. Не нужно переоценивать свои силы, если вы отправляетесь куда-то в путешествие, куда-то гулять в лес, куда-то в горы, большой, малый, утричный. Стоит их переоценивать. Всегда обязательно нужно, чтобы вы были соответственно своему походу экипированы. И всегда, чтобы вы были на связи. Чтобы в случае необходимости вы могли обратиться за помощью и конкретно объяснить, где вы находитесь, объяснить свои координации.